Стоимость школьного питания в среднем по стране на каждого ребенка составляет 50 рублей в день. Часть этой суммы – деньги родителей, часть – дотации из государственного бюджета. В каждом регионе суммы разные. Сколько будет стоить обед школьников, решают местные чиновники. Субъект принимает решение, какие дотации на организацию питания он осуществляет, будет ли это только школа, будет ли расширена категория социально незащищенных граждан. Социально незащищенная категория – это дети из семей многодетных и малообеспеченных. Они питаются бесплатно за счет государства. За остальных должны доплачивать родители. У нас законом совершенно четко определено, что бесплатным у нас является образование. А вот вопросы, связанные с содержанием ребенка, так называемые услуги, услуги присмотра и ухода, они у нас являются платными для родителей. Дети, чьи родители платят за обеды, питаются комплексно. Суп, салат, второе и компот. Скромнее выглядит обед школьников, которых кормят только на государственную дотацию. Эти фотографии учеников одной из школ Брянска наделали много шума. Стакан чая и кусок хлеба с повидлом. Вот такой обед в школьной столовой. Мы своему ребенку, то есть у нас пока есть такая возможность, всегда даем какой-то дополнительный фрукт, овощ, бутерброд или что-то такое с собой, йогурт. Дело в том, что с января этого года местные чиновники урезали дотации на питание с 14 рублей до 7. Она, конечно, маловато, учитывая ценовую политику и складывающиеся на рынке услуг цены, конечно, это мало. Сокращение дотации стало неожиданностью для родителей. Некоторые из них уже обратились к правозащитникам, чтобы разобраться с этой проблемой. В детских садах питание тоже оплачивают и родители, и государство. Чаще это 50 на 50. Регионы самостоятельно решают, какую сумму дотации выделить. А вот схему питания предлагают родителям на выбор. Так, например, в детских садах Москвы с января этого года детей кормят 5 раз в день. Завтрак это первый в 8.30, второй завтрак в 9.30, обед в 12.30, расширенный полдник в 15.30 и ужины в 18.30. Мнения родителей разделились. Те, что забирают детей до ужина, нововведением недовольны. Раньше полдник состоял из каши, овощей, мяса и напитков. В новой схеме его называют легким перекусом. Например, это булочка и чай. Таким полдникам ребенок не наестся. Другие родители, которые приходят за детьми вечером, поддерживают пятиразовое питание. Домой прийти и не нужно бросаться бегом на кухню и готовить еду. Кстати, ужин в детских садах заказывают только для тех детей, чьи родители предупреждают, что задержатся на работе. Выбрасывать излишки, то есть переплачивать деньги за несъеденные порции, государства больше не будет.